Можете доказать, что раскрещивание – это не перегон хомячков из одной клетки в другую? Не могу и даже не стану. Я не человек, занимающийся доказательной базой. Я делюсь собственным опытом, а доказательствами занимается та группа людей, которая для этого предназначена. То есть обратитесь, пожалуйста, к ним, каким-нибудь ученым или каким-нибудь людям, которые следуют этот вопрос, и они проведут вам системы доказательств. Можно два слова, Леонид Анатольевна? Самый лучший способ – это найти людей, которые раскрестились, и чтобы они поделились своими отзывами жизнь до раскрещивания и после. Потому что подавляющее количество людей в жизни будет явное изменение к лучшему. Понимаете, есть такое очень хорошее юридической практике словосочетание, называется презумпция невиновности. То есть до тех пор, пока вы не доказали, что это перегон хомячков из одной клетки в другую, я этим перегоном хомячков автоматически не занимаюсь. То есть чтобы вам доказать, что я перегоняю хомячков из одной клетки в другую, вам нужна доказательная база, нужно доказать. Я бы вам рекомендовала раскреститься, изучить вопрос, изучить мнение других людей. Если вы считаете, что вам раскрещенная жизнь не очень приятна или понятна, пойдите в церковь, там за 500, за 1000 рублей снова покреститесь. Покреститься можно в любой церкви, на каждом квадратном метре они у нас сейчас стоят. Раскреститься можно в очень редких местах, поэтому цените возможность. То есть я не юрист, я не ученый, я целительница. Я могу починить любое заболевание на любой стадии без единого медикамента. И люди часто спрашивают, Лена, объясните, как вы это делаете, поясните, докажите, распишите. И я как-то с таким вопросом обратилась к очень интересному молодому человеку. Он психолог, причем психолог, который помогает не среднестатистическому человеку, а психолог, который работает с государственными структурами, например, с МЧС. И у таких людей всегда приличная база знаний и понимания ситуации на уровень выше, чем у среднестатистического психолога. И он обратился с этой проблемой и говорю, мне неинтересно этим заниматься, но тем не менее люди обращаются с вопросом, и нужно каким-то образом реагировать на их запросы. Он сказал, что мое поведение абсолютно нормальным. И если люди хотят объяснений, доказательств, пояснений, разбора ситуации, то нужно нанимать специального специалиста в сообщество и людям предлагать оплатить его время. То есть, например, счет прислать им на оплату, назначить консультацию специалиста, который смотрит со стороны на систему, которую я создала, и который может непредвзято, не находясь в этой системе, расписать все по полочкам для человека, который ищет так называемые объяснения, обоснования. Когда я спросила у него, как он решает этот вопрос, потому что не одна я обращалась к нему с просьбой помочь в ситуации, он сказал, что обычно люди, которым интересно уйти чуть дальше, например, интересно понять, как действуют логические системы. Мне это не очень интересно, потому что я все воспринимаю без логики. То есть я воспринимаю все напрямую, как вибрацию, как частоту, и просто делаю то, что я слышу. Это следующая система, следующий механизм восприятия информации, более совершенный уже. Мне неинтересно просто спускаться и копаться в системах, которые я прошла, и это для меня понижение уровня. Но надо что-то делать. Он сказал, что существуют люди, которым интересно работать в нескольких системах, и тогда, допустим, человек, юрист, приходит к юристу, говорит, решите проблему. Решить проблему там, например, 5 тысяч рублей. А объясните мне, как вы ее решили? 50 тысяч рублей. То есть вот так делают юристы. Потому что на объяснение того, как была решена проблема, у них уходит львиная часть энергии, которую они могли бы инвестировать в то, чтобы решать проблемы других людей. Вовсе не потому, что они злые, не потому, что они хотят объяснять вам что-то. Просто я вам рассказываю себе, как, допустим, я устроена, почему мне сложно делать такие вещи, и я буду откровенна, мне неинтересно это делать. То есть если вы докажете, что это перегон хомячков из одной в клетке в другую, вот здесь мне уже будет интересно на стадии доказательства разбирать с вами аргументы, мнения, какие-то наблюдения ваши. То есть я смогу в свою систему окунуться с другой стороны. То есть здесь нужно не «А ну-ка, докажите мне, что это так». А здесь нужен другой диалог другого типа. Я могу описать, что это так, вот мои аргументы. Я готов поговорить или готова там на эту тему. Аргументы нужны, база, обоснование. Тогда мне будет интересно разговаривать на эту тему. И, возможно, для нас с вами откроются какие-то новые грань процессов, которые происходят при раскрещивании. Пояснения. В иудохристианстве паству называют стадом, овцами следят, чтобы не сбежали от пастуха. Как мне стало понятно из ваших пояснений, при раскрещивании происходит отключка от одного эгрегора. Давайте слова корректировать. Я даже просто буду по словам идти от ключка. Я таких слов никогда не использую. Давайте еще раз скажем, чем я занимаюсь, когда люди обращаются к вопросам о раскрещивании. То есть с человека удаляются системы тонкого плана, имеющие демоническую природу, в том числе и христианство. Удаление систем христианства при раскрещивании занимает только 10%. 90% времени занимает удаление с человеческих систем тонкополевых конструкций, имеющих демоническую природу. Потому что если бы этих систем на человеке не было, к нему христианство не смогло бы даже прицепиться. Вот чем я занимаюсь на раскрещивании. Когда системы удаляются, нужно их отремонтировать, восстановить, заменить старые детали на новые. Вот из этого состоит процесс раскрещивания. А не отключка от одного эгрегора. Я никого ниоткуда не отключаю. Я просто демонтирую системы, несущие демоническую природу. И подключение к другому эгрегору я делаю. И человек не может быть свободным вообще от такого рода привязок. Вы можете быть свободным, вы можете быть несвободным. Это ваш личный выбор. Как вы решите, так и будет в вашей жизни. То есть что вы можете, а что вы нет. Лично я свободна. Могу быть свободна от рода привязок всякого. И могу быть несвободна. То есть я выбираю для себя два варианта. Сегодня хочу быть свободной, завтра хочу быть несвободной. Если вы не можете себе допустить такого в сознании, что вы можете быть свободной от различных привязок, то значит вы будете привязаны к каким-то эгрегорам, к каким-то системам. Вы сама решаете это. И подключение к другому. Я никуда вас не подключаю, потому что это работа. И это сложный, высококвалифицированный труд. Если вы хотите, чтобы я вас куда-то подключила, вам нужно будет оплатить этот труд. И это стоит немало. Я рекомендую вам развивать свои собственные навыки, умение подключения в разные системы. Для того, чтобы вы это делали самостоятельно и не инвестировали свои деньги в то, что вы можете сделать сами, немножко потрудившись. Поэтому если хотите, чтобы я вас куда-то подключила, нужно будет заплатить за это. Клетка с хомячками может отличаться лишь материалом, из которого она сделана. Во-первых, тут слово хомячки у вас такое. Оно было у одного мага интересного. В группе путешествовало это слово. Помнишь, Григорий, о каком маге я говорю? Он ушел от нас недавно. Борис Золотов. Борис Золотов, да. И меня это слово весьма смущало, что он позволял своей команде называть гостей его семинаров хомячками. Григорий, прокомментируешь про хомячков? Ну, ситуация в том, что на человеке висит, висят проблемы и блокировки. То есть то, что мешает ему быть, собственно говоря, человеком, а не животным. И если появляется возможность это снять, кто-то называет это магией, кто-то называет биоэнергетикой, кто-то еще как-то назмет, то это снимается. Это предполагает то, что вы будете жить лучше. То есть у вас появится возможность жить лучше. Это вроде того, как у вас появилась машина, и у вас появляется возможность более свободно передвигаться на более дальние расстояния. Будете ли вы ее использовать? Не будете. Это уже вопрос вашего выбора. Поэтому, когда приходит возможность человека от этого избавить, и человек понимает, что он хочет избавиться, появляется зачастую кто-то, кто это может сделать. В общем-то, это то, что называется раскрещивание. Я единственное, что хочу добавить касаемо раскрещивания, что есть, конечно, люди, у которых раскрещивание, наверное, больше 10%. Это те, кто, скажем так, ортодоксальные, уже фанатичные христиане, и там демоническое подключение именно посредством христианства, может быть, им иметь больше процентов, может, там не 10%, может, и все 50%. То есть просто Леон Анатольевна эти вещи не подчеркивает, но я думаю, что обычно люди, которые находятся именно под жесткой христианской сцепкой, они, конечно, на раскрещивание не придут. Я думаю, что у них именно христианство будет занимать, может быть, 50% или даже больше. Что касается хомячков, из клетки в клетку, да, то есть когда с вас снимаются вот эти демонические какие-то системы, есть место, куда они утилизируются, да, то есть это техническая составляющая, как раз со стороны это слушаете, для вас это может даже изучить как бред. Да, это знаете, когда мастер ремонтирует телевизор, и он рассказывает, как он там переключает диоды-тиристеры, и вам со стороны может казаться, что он все это придумал, что никаких диодов-тиристеров там нет. Там в телевизоре живут живые человечки, которые бегают там, да, то есть никаких диристеров, микросхем, диодов там, октодов не существует, это придумал только мастер, да. Так и можно говорить про целителя, который рассказывает вам о том, что он там устанавливает биооболочки, там чистит чакры, то есть не видно этих чакр, да. Сейчас появились технологии, позволяющие многие вещи увидеть, появились технологии, позволяющие увидеть подселенку демонических существ, да, причем раньше, если их снимали просто на фотоаппарат, то сейчас можно их снимать на видео, и это уже делалось. Правда, это по большей степени скрывают, потому что обычно люди, находящиеся в власти, как раз под этой подселенкой и находятся. То есть были конкретные эксперименты, про это они однократно рассказывали, и в интернете есть на эту тему, в общем-то, видео более, скажем, полноценное, чем мои два слова, которые я сказал. То есть когда человек убирает то, что разрушает его жизнь, да, ну, как у вас, предположим, у вас, не знаю, что, опухоль или раз порез, у вас убрали порез или опухоль, да, плохо это или хорошо, а как к этому относиться? Это то же самое, только это сидит глубже и на других уровнях. Любая проблема, она начинается не с того, что вы ударились, у вас там синяк там или порезались. Проблема начинается с того, что у вас на уровне мировоззрения идет нарушение какое-то, да, то есть вы начинаете проживать жизнь, управляемый демоническим миром, и запускается в вас процесс разрушения внутренних, внутренних ценностей вашей души. И это уже притягивает события, после которых вы начинаете болеть, то ли это травма, то ли это какой-то орган перестает работать или плохо работает. Соответственно, от этого можно избавить, и в принципе целительство на этом и основано, а другие формы целительства – это мошенничество. Дать вам таблетку, чтобы у вас это все перестало, врачи, вот таблетку, он был как в Финляндии, Бурану дали, и все, иди, да. То есть они нашли причину болезни, да, то есть у человека, чтобы это перестало внешне болеть. А то, что это внешне перестало болеть, а проблема, она будет со временем усиливаться, и когда в следующий раз она всплывет, она будет такая, что уже ее не в Бурану не уберешь, это уже никого не волнует, нужен внешний эффект. Поэтому медицина, да, она тоже может быть демоническим проектом, если она работает не по поиску устранения источников, причин заболевания, а скрывает внешнее проявление. К сожалению, больше подавляющее количество медикаментов и технологий еще в современной медицине. Она именно такая, поскольку люди целились миллионы лет и никогда эти технологии не использовали. То есть были наши бабушки, дедушки, прабабушки, они использовали народную медицину, где все это было разложено по полочкам. Вплоть до того, что некоторые целители не брали целить человека, пока они не понимают причину болезни. То есть если есть внешнее проявление, его теоретически можно убрать каким-то способом. Настоящий целитель, когда не понимает причину, он не возьмет уцелить. Либо он отправит другому целителю, либо будет исследовать этот вопрос. Что касается хомячков, то то, что вы называете хомячками, то есть это те проблемы, которые есть у вас. То есть они не как, например, у психологов неполноценных. Сейчас очень огромное количество, в особенности в Штатах, психологи. Это люди неполноценные. По большей степени они берут проблемы с людей на себя, а потом перекидывают на других людей. Вот это как раз то, что вы про хомячков сказали, это будет, наверное, эту тему. Это бывает очень часто с массажистами, особенности людьми, которые серьезно не занимаются своим здоровьем и не умеют чиститься. Когда массажист собирает грязь человека и пытается переваривать. Многие массажисты, они в относительно небольшом возрасте, в пожилом возрасте начинают болеть. Многие даже и сразу начинают болеть. Это же касается экстрасенсов, которые раньше пытались лечить, которые тоже этой темы не понимают. То есть тема с хомячками, она присутствует, она присутствует, и она как бы в практике целительства, она имеет как бы свои некоторые основания. Я думаю, что вот если мы возьмем, например, классическое, например, лечение в 90-х, когда брались экстрасенсы, лечить человека, не понимая проблемы, когда массажисты иной раз берут сильно больного человека и пытаются с помощью массажа исправить проблемы, которые лежат намного глубоко. То есть они, да, они вот хомячков собирают человека на себя. Часть из них, они умудряются избавиться, часть остается, часть перекидывается на следующего пациента. По поводу клетки, да, то есть клетка – это ваше сознание, которое не хочет жить по принципам гармонии, которое не хочет развиваться. И она блокирует ваше видение, вашу интуицию, ваши ясномыслия, и тогда в эту клетку набираются, да, демонические существа, которые разрушают вас, разрушают ту систему, которая создана природой. И она начинается с мировоззрения и заканчивается через биоэнергетику, и заканчивается вашим физическим телом. И тогда появляется клетка. Клетку человек сам себе на самом деле создает. Да, конечно, есть силы, которые стимулируют эту клетку создать, например, религии. Когда, например, знание перестает быть духовной традицией и несет механизмы развития, она превращается в религию. Я не буду играть словами, да, то есть религия – это то, что заставляет человека поклоняться другим, кому-то поклоняться, а не менять себя. И, соответственно, сливать ресурсы еще туда. В религиях это всегда происходит. Обычно от этого человек становится зомби и тупеет. То есть это можно, восприняя, прийти в любой классический храм. То есть я не имею в виду какие-то чистые религии. Если вы придете, например, в христианский храм, вы увидите страдающих людей. То есть спрашивается, вы пришли очиститься, да, почему страдаете? То есть вы страдаете не от того, что вы из себя изгоняете демоническое, да, потому что вы пришли в среду, где, чтобы с вас обсосать, надо вести вас в состояние страдальца. То есть один из принципов демонизма – вести человека в состояние жертвы. Ну, не будем на эту тему распространяться, уже тысячу раз было сказано. Называть людей хомячками – вещь некорректная. Что касается того мага Золотова, я уже имею в отчество, забыл, Борис, по-моему. Да, Борис, не знаю, там, Моисеевич, Николаевич. То, конечно, называть людей, которые приносят ему деньги, и за счет этих денег они живут, да, немножко некорректно так. То есть, знаете, хомячки эти создают материальные ценности, за счет которых вы живете, и без этих ценностей вы не выживете. Да, что люди живут, как хомячки, да. То есть и про это можно говорить, но называть напрямую хомячками – это, мягко говоря, некорректно. То есть это вы раскручите свое эго, то есть они хомячки, вы не хомячки. Но вы ничего, то, что вы носите, едите, на чем вы передвигаетесь, ну, что вы используете, вы ничего не сделали сами, да. То есть вы это получили от тех людей, которые вы называете хомячками, которые это создали, и вы этими пользуетесь. И вы за это их должны уважать, поскольку без них вы просто не выживете. То есть если у этих хомячки все исчезнут, да, то есть вы окажетесь на острове, да, будете есть сырую рыбу там, в лучшем случае, или вы ходите в лохмотьях, или будете вязать себе одежду из соломы. То есть и так протяните достаточно недолго. А все люди, которые называют хомячками в команде, они сами очень любили комфорт. Они покушать вкусно любили, и одеться хорошо любили, и поразвлекаться любили, если возможность такая была. То есть это почему не уровень был людей. Я видел команду Золотова. И говорят, у него первая команда была крутая, когда-то пришли реальные экстрасенсы, которых он сумел собрать. Там были люди вот со стороны, которым было некуда деваться. И они не как полноценный духовник, то есть человек, идущий по пути развития. Он набирает психическую энергию через творчество и через, например, медитацию, а не через развлечение. То есть таких там общей не было. В общем-то они те же самые хомячки, с той разницей, что они больше работают и по-другому работают. А потребности они такие же хомячковые. Да, они могли больше терпеть, они готовы были больше работать. Чем человек-хомячок отличается, если так можно выразиться, от нехомячка. То есть у хомячка как бы это нагрести под себя побольше материи и этой материи наслаждаться. У человека-нехомячка есть высшие цели. То есть эти высшие цели, они не вынуждены, а выбор его души. Это когда человек начинает это по-настоящему проверять, и зачастую, в общем-то, не все не совсем так. Многие только прячутся за эзостерикой, прячутся от каких-то страданий и несчастья. Они те же самые хомячки, просто они играют немножко в другую игру. Одной из самых больших проблем человека – это эго. то есть когда вы позволяете себе обзывать людей не в конкретной беседе, не для того, чтобы показать им какую-то их проблему, а между собой вот так вот. Это принцип проявления того, что вы сами во многом являетесь тем, кого называете людей. Но наш вопрос, который задавался, был не совсем на эту тему, но мы его подняли. Есть такая ситуация, что никакая фраза, никакая форма, она не появляется просто так. Вот вы говорили про перемещение хомячков. То, что убирается с человека, перемещается, это даже не хомячки, это конкретные, скажем, энергетические, биоэнергетические, психические образования, очень грязные. И их понятие хомячок для них – это, я не знаю, слишком пафосно, слишком красиво. То, что человек убирается – это дерьмо. То есть и не такое дерьмо, как человек в туалете оставляет, поскольку оно для природы и не опасно их его просто утилизировать. А вот дерьмо, которое вот, радиоактивные отходы, какая-нибудь галимая химия, которая разрушает, разъедает все. Вот такое вот дерьмо. То есть не только на энергетическом плане. То есть это не передвижение хомячков, а это утилизация этого дерьма. Это очень непростая работа. И человек, который этим занимается, он страдает. И если приходит тяжелый человек, то это очень тяжелая и грязная работа. Ничего такого грязного и тяжелого практически ни в одной профессии нет. Вообще настоящего целителя надо за это сильно уважать, чтобы человек, который ради того, чтобы помочь других, в это дерьмо лез. Субтитры создавал DimaTorzok